Очень плохой звук, да? Сейчас, одну минуточку. Давайте я с плохим звуком с вами поздороваюсь пока. Я очень рада вас видеть, ощущать. Я сейчас получила такой заряд от общения с Мариной Яковлевной. Спасибо ей особенно. Это праздничный подарок в канун такого праздника. Великого Международного дня в солидарности трудящихся Кораллового клуба. Еще раз всем добрый вечер. У вас на экране видна табличка. Потребитель, любитель, бизнесмен, профессионал. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Я, в общем-то, обозначила эту тему, как тестирование людей, которые пришли в Коралловый клуб, на их цели и задачи, в самом Коралловом клубе. Прежде чем мы начнем, в общем-то, обсуждать эту таблицу, я хочу остановиться на истории вопроса. Почему возникло желание создать такую таблицу? Почему возникло желание наполнить ее смыслом, как шпаргалку создать для того, чтобы мы не строили иллюзии в адрес тех людей, которые приходят, и были максимально им полезными? Давайте вернемся каждый в свое прошлое, в начало нашего пути в Коралловом клубе. Я, например, очень хорошо помню себя, возбужденную результатами, поскольку Марина, это она сказала для тех, кто меня не знает, что я врач, я действительно 32 года работаю врачом. И 11 лет назад, при встрече с темой воды, прежде всего, антиоксидантов и так далее, в общем, всего, что принес Коралловый клуб в мою жизнь, я очень быстро получила неоплановенные результаты на своих пациентах. И поэтому, как врач, решила, ну и правильно решила, что это всем нужно. Но тогда я даже не подозревала, что лежащий на поверхности ответ, что нужно делать для того, чтобы решить свои задачи, окажется не совсем понятен всем, 100% людей. Я сейчас эти эмоциональные стороны вопроса не буду обсуждать и озвучивать, но я помню то ощущение радости, когда мое предложение заканчивалось словом «да». И человек принимал это предложение и становился членом клуба. И таких членов клуба в начале моего пути было до 25-30 в месяц, а то и больше. И очень был огромный товарооборот, на чем я остановилась. Да, и в распечатках видим нули. У всех. У меня нет возможности спросить и увидеть ваши глаза, и увидеть, как вы киваете головой, но я четко знаю, что все это проходили. И вот этот вопрос с одной стороны, почему нули? Или человек сидит передо мной, радостный, возбужденный, с блестящими глазами, а я смотрю на него и не знаю, а что дальше делать? Ну вот он начал пить воду, вот он чего-то хочет, да. И хаос даже в моей голове врачебной, потому что одно дело лечить людей, а другое дело повести их по пути здоровья, ввести их в систему ухода за собой. То есть это совсем другая тактика взаимодействия с человеком, и поэтому вот эти вопросы возникли, и возникли не только у меня. И мы с лидерами Запорожья сели и решили, что мы должны это все продумать, разложить по полочкам. И вы знаете, этого заняли свои результаты. Я вижу, как уже не один год пользуются этой табличкой в разных регионах. Ну а сегодня мы соберем это все в кучу, и я очень надеюсь, что это будет полезно всем, кто сегодня слушает и сможет это все или записать, или потом. В общем, на ваш выбор, как вы воспользуетесь той информацией, которую я сейчас с вами поделюсь. Итак, потребитель, любитель, бизнесмен, профессионал. Все три группы людей, они все стопроцентные потребители. Это мы четко должны понимать, что мы рассматриваем эти группы внутри уже потребителей корового клуба. Итак, потребитель – это человек, который… Смотрим, да? Потребитель. Что для этого нужно? Человек, приобретая дисконтный пакет, он решил основательно заняться своим здоровьем. Мы определяем с человеком в разговоре, какие цели и задачи он ставит. Параллельно я еще раз останавливаюсь на алгоритме, на концепции здоровья, которая приведет его к этому результату. Рассказываю о том, что это экологическая защита внутренних свет организма. Обязательно не забывайте расширять экологию до экологии быта и говорить о том, что есть еще возможности, такие, как воспользоваться нейтрониками, металлизаторами, уходом за телом и за домом, потому что экология внутренне и внешне как раз и складывает те условия, которые дают людям возможность получения результата. А дальше обязательно объясняем, какие скидки человек имеет. Что такое накопительный дисконт? Это мы с вами знаем, что такое накопительный дисконт, а я на простых примерах рассказываю о том, что компания с уважением большим относится к своим потребителям. И привожу пример, банальный магазин, куда человек приходит, покупает нужный ему продукт, платит деньги, при этом деньги от него уходят, а кому-то они приходят в виде прибыли. Поэтому вот этот накопительный дисконт 5%, потом 10%, потом 15%, потом 20%. Это уважительное отношение компании, когда она выплачивает процент от прибыли, который приносит конкретно этот человек. Это рекомендую обсуждать, потому что люди цифры не слышат на старте. И за этими цифрами, если их не проговорить, есть напряжение внутреннее. Они почему-то считают, что что-то нужно продавать. И пошли иллюзии у них в голове, у нас в голове, если мы это не проговариваем. А когда я, задавая вопросы, скажите, это действительно приятно, когда к нам с уважением, мы приносим прибыль компании, с нами делятся. Человек расслабляется, говорит, да, это приятно. Даже если это 15, 20, 30 гривен, или там Россия слушает, у вас другие деньги, но это небольшие деньги, но все равно приятно. Да, приятно. Идем дальше. Я обязательно рассказываю о том, что есть участие в программах. При этом я не только рассказываю, я это пишу. Мы потом, когда придем к финалу, я расскажу, как эту табличку на А4 в формате обязательно прописывать, и человек с этой табличкой уходит домой. Там очень много информации нужной. Итак, участие в программах. Почему это важно и нужно? Обязательно рассказываю, где доска висит с этой информацией. Обязательно человека, чуть ли не за руку, но условно за руку, нужно потом будет, прощаясь, провести и показать, где информационный стенд, где он может узнать о новых продуктах, где вывешивается каждый месяц, в начале месяца, перечень продуктов, которые участвуют в этой программе, и почему это интересно, выгодно и очень приятно. А дальше, значит, человек понял, что такое дисконтный пакет, анкета потребителя, что это даёт. А дальше я им рассказываю,